Всем привет дорогие друзья! Сегодня мы вместе с вами приготовим замечательные морковные капкейки и украсим их сметанно-заварным кремом. Это лакомство как нельзя более лучше подходит для холодного времени года. Для теста нам понадобится 2 яйца, щепотка соли, 160 граммов сахара. Взбиваем все на высокой скорости миксера в течение 8-10 минут. Во взбитую массу вливаем 120 миллилитров растительного масла без вкуса и запаха. И всыпаем 70 граммов орешков, у меня грецкие. Орехи необходимо предварительно просушить на сковороде и слегка измельчить любым удобным для вас способом. И снова недолго перемешаем. Смешаем муку. Одну чайную ложку с горкой разрыхлителя для теста и чайную ложку специй для пряников. Вы можете использовать корицу, имбирь, мускатный орех, кардамон или любые другие специи по вашему вкусу. Просеиваем сухие ингредиенты в яично-сахарную массу с орехами. И недолго перемешаем с помощью миксера на самой маленькой скорости до однородного состояния. Добавляем натертую морковь. Морковь натираю на такой вот маленькой терочке. Моркови необходимо 200 граммов. И снова все быстро перемешаем до однородности на самой маленькой скорости миксера или с помощью лопатки. Вот такое вот тесто у меня получилось. Муки ушло 180 граммов. Раскладываем тесто по формочкам, заполняя их чуть больше, чем на половину, на две трети примерно. У меня получилось 13 капкейков. Отправляем их в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем наши капкейки до готовности. У меня на это ушло 30 минут. Вам может понадобиться чуть больше или чуть меньше времени. Все будет зависеть от особенностей вашей духовки. Проверяем готовность капкейков деревянной палочкой. Вставленная в центр капкейка, она должна выходить сухая. Посмотрите, какие нежнейшие, ароматные, очень-очень вкусные капкейки у меня получились. Украшать капкейки мы будем шапочками из сметанного заварного крема. Для этого нам потребуется 350 грамм сметаны, которые мы соединим с одним куриным яйцом, двумя чайными ложками ванильного сахара, 40 грамм муки и сюда же добавляем 120 граммов сахарного песка. Все очень тщательно перемешаем с помощью венчика и масса должна быть однородная, без комочков. И отправляем ковшик на плиту. На небольшом огне будем уваривать смесь до загустения. Также можно делать это и на водяной бане, если вы боитесь, что сметана подгорит. Но я буду делать на плите и интенсивно перемешивать постоянно с помощью венчика. Во время приготовления крема воспользуйтесь венчиком обязательно. У меня он такой не металлический, а пластиковый, для того, чтобы крем равномерно уваривался и вы смогли бы захватить большую поверхность, чтобы он не подгорел. Сначала крем будет становиться более жидким по мере нагревания, а затем начнет густеть. Крем начинает слегка загустевать уже. У меня прошло 3 минуты. Как только крем загустел, я снизила огонь на минимальный. И буду продолжать уваривать на минимальном огне. Я периодически снимаю с огня и хорошенечко вымешиваю по дну, чтобы уж точно крем не подгорел, иначе будет у него очень неприятный вкус. Все, крем уже очень хорошо загустел и с него начал идти пар. Снимаем крем с огня и сразу же переливаем в другую емкость. Вот такая вот густая масса у нас получилась. Вот такой вот крем. Теперь накрываем его с пленкой в контакт сверху, так чтобы пленка касалась крема, и остужаем его до комнатной температуры. Если у вас закончилась пленка или нет, можно воспользоваться пакетиком. Мягкое сливочное масло взобьем с помощью миксера на высокой скорости в течение 10 минут. Масло посветлеет и увеличится в объеме. Завраная снова остыла. Вот такая она получается густая. Слегка смягчаем ее с помощью миксера. И добавляем по 1 столовой ложке во взбитое масло. Продолжаем взбивать. Вот такой вот замечательный крем. Вот такой вот замечательный крем у нас получился. И помещаем наш крем в кондитерский мешок и приступим к украшению капкейнов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok